начнем вот с этого видоса который я хотела булочки с корицей колбаской ванилью яблочками с мускатом ни хрена себе дима блин это ты готовил спасибо за донат у меня слюнки начали выделяться погнали не было не было с михалины и с гексогеном саша приветики приветики пистолетики спасибо большое за пять двоечек за 222 рубля 22 копеечки а души санечек садись устраивайся поудобнее кайфуй спасибо за топ-дэй и погнали блин гекс так похудел охренеть просто он похудел уже пока как михалина похудел сегодня у меня в гостях прекрасные люди которых вы так часто видите кроме одной всегда часто последнее время так соскучился давно эти ролики не записывал два месяца мы не записывали разъем и разъем пришел так сперва хочу вас познакомить с михалиной потому что девушка первая подписывайтесь на телеграм-канал сиськи будут письки сиськи все громче что так сразу дух толкал упал письки сиськи ну не мои не мои да слив михалина это я представляю всем желаю не болеть а натахи похудеть правда никуда спасибо колпак нормальное пожелание натахи похудеть правда некуда спасибо огромное колпак но на самом деле ты так не зарекайся потому что из-за того что я сейчас пью гормональные таблетки из-за них можно сильно похудеть но я молюсь чтобы такого не случилось потому что я очень этого боюсь потому что у меня такое уже было один раз жизни вот спасибо тебе огромное за 1000 рублей 100 лет я кстати не не видела спасибо огромное за поддержку спасибо за косарь огромное потрачу его на хавчик спасибо очки тебе тоже желание болеть побольше крепкого здоровья ибо сейчас тяжелые времена иммунитета крепкого короче желаю вот спасибо огромное прекрасно знаете все ссылки будут в описании а также первый раз чел участвует меня в ролике чел 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 просто левый какой-то чел дайте сказать это серьезная передача серьезная передача сегодня в гости гексогена гексоген бодя ебать мой хуй мне до сих пор так жалко что гексогена забанили он бы мог еще столько прикольного контента такого лайф снимать вообще уже прошло больше года с его бана больше года а если бы его тогда не забанили он бы до сих пор мне кажется был бы ну в топе твича по джаст чатингу вот микс харди спасибо да его навсегда забанили хер мач причем там же тогда забанили за какую-то фигню я не помню за что конкретно уже но там точно было не то в чем он прям был жестко виноват просто из-за жестких таких достаточно правил твича там было что-то какое-то недопонимание именно учитывая что он как бы блин я не помню что там было но он стримил на ютубе я не знаю сейчас он стримит на ютубе или нет но когда его прям уже все забанили он ушел на youtube но на ютубе то мы все прекрасно знаем что происходит с прямыми трансляциями так что как бы вот как то так еще один яркий пример которого банили и уходил на youtube за там последнее время это дедушка деда тоже забанили и он сейчас тоже стримит на ютубе я на него подписаны пару дней назад заходила на его стрим но у него онлайн еще более-менее держится я заходил у него был тысячи полторы две тысячи но на твиче конечно у него онлайн был раза в два больше все равно а когда он с кем-то там коллабил то у него там все десять тысяч был онлайн то есть очень грустно что вот такие люди им никак обратно не вернуться на твич вот а второй к нет если тебя банят пермачом на твиче то ты не можешь создать новый аккаунт и стримить да вот из-за неправильного перевода что-то такое там было там как то что какая-то фраза была за какие-то слова забанили вот гекс наводи сейчас а ну вот он наводи я просто не я знаю за что гекс 3 одно время на ютубе сейчас просто не знаю вот и деда да жалко вообще тоже настолько выделяющийся стример вот не похожи на другие у деда 800 к на ю тубе камон так а при чем тут лишь на ю тубе к сожалению это соотношение подписчиков и онлайн на прямых трансляциях она вообще сейчас не пропорционально это то же самое что у меня 130 тысяч подписчиков на ю тубе если у меня было такое колесо на твиче онлайн на твиче был бы больше на ю тубе он не такой у деда с его восемь восемь восемьюстами тысячами короче у деда 800 тысяч но онлайн при этом допустим 2000 человек понимаешь также как зерновка например данной зерновкой подписано он если включать стрим у него там онлайн человек 500 может быть хотя у зерновки полтора полтора миллиона подписчиков кто еще ташек ташек который vr там постоянно снимает у него тоже уже около больше миллиона подписчиков у него онлайн иногда 150 человек то есть это просто вот у всех людей так только если не брать людей которые просто постоянно стримят на ю тубе изначально были на ю тубе стримит на ю тубе и параллельно еще там выпускают ролики например например шевцов шевцов у него всегда онлайн бешеный потому что у него и регулярные ролики и это в принципе его основной канал и он как бы на нем стримит все круто поддерживает купленов да купленов то и хотя не знаю с какой у него онлайн стримах но у него канал просто это один из первых каналов вообще по прохождению игр был очень крутой вот то есть блин раньше такого не было на ю тубе к сожалению youtube просто взял и сам стоптал прямые трансляции вот поэтому как то так так то так грустно но это факт да ну я стримлю возможно на вазе на ю тубе точно но инстаграм вы подпишитесь ну там же сторис и все вот эти делишки стримит стримит он на ю тубе на вазе ссылку на него я оставлю в описании как вы знаете наша рубрика сегодня было не было я им задаю каверзные вопросы они отвечают было не было я еще не знаю что это за вопросики ебать так сказала как будто у нас ебаная постанова что все это чтобы снимаем не было без моего прекрасного спонсора благодаря моему спонсору рамане мы снимаем я не беру таких людей как вы вот говорите там ну куплинов мормок и прочее это люди которые в принципе они сами по себе очень популярны и у них в принципе ну должен быть онлайн даже на ю тубе большой то есть если брать людей чисто стримеров да там если брать людей таких которые там параллельно подрубают аккуратно стримчики более-менее регулярно то к сожалению такого нет это очень грустно вот так вот начнем первый вопрос на сегодня я вам задаю не очкай не очкай не очкай первый вопрос обманивали обманывали ли вас когда-нибудь люди и как самый жесткий такой обман самый жесткий наеб на которые вы попадались что вы были обманутый такой фанк защит было такое было но я думаю у всех это было было что тут написано иди нахуй и ты нахуй сердечко меня смотрят эти мужики тоже хорошо давай предоставим первое слово миха линии женщины девушки прошу прощения я так не хотела первое отвечаю давай 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 я не могу ничего вспомнить предательство было со стопными подруги когда я еще боксом занималась мотив нет я ебала она всем говорила что это на метод разносит на самом деле я постоянно был сильнее я выиграла бои подожди так а на чем все закончилось ну закончилось в том что я узнал что двуличная сучка которая просто меня обманывала все время хотя мне казалось что мы прям лучшие подружки вот но оказалось не так как оказалось это самый жесткий я не знаю никто не так жестко не обманывал но бывший парень обманывал в том что не смотрят ну на самом деле смотри я даже вау 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 месикл вау 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 это просто сейчас не в тему ссоре не в тему но для людей которые играют в warzone и смотрят у меня стримы по call of duty оказывается warzone я только вчера узнала я думала что добавили в обновлении из прикольного нового мы тогда добавим увидели что добавили этот ну типа жилетку в которой бронепластины умещаются и оказывается добавили еще что ты теперь можешь оружие скидывать типа например ты два оружия хороших подобрал ты можешь одно скинуть другу раньше такого нельзя было никак сделать вот я просто вспомнила решила что вам надо это знать потому что вдруг кто-то тоже не знал конечно не поняли короче была у меня девочка такие знаешь ванильные отношения ванильные отношения все классно офигенно и она работала фотомоделью каталась постоянно и тут в в общем она решает поехать в турцию она хочет поехать в турции говорит мне что там будут съемки кастинги то есть там может хостес поработать такое приезжает первые пару дней они живут все вместе ну девочки она мне там skype звонит то есть все прекрасно и не звонит и не отвечает дальше постепенно но сейчас мне в контакте скидывает тебе просто представлена секунду какое вообще совпадение она в турции в стамбуле и мне скидывает чел в контакте в контакте я не знаю просто они постоянно скидывают я на член конечно же не смотрел ну как одни волоском заценили вот и я ему отвечаю говорю ты стамбула типа hello how are you I'm fancy you понял my English вот я начинаю с ним общаться через переводчик постепенно мы понимаем что он находится в стамбуле и я говорю так я понял твой хуй я если что не из этих одобряю ГБТ совпад да одобряем кстати вот я если что типа ну традиционный поддерживаю момент и начинаю с ним серьезно общаться типа если ты в турции можешь ли ты найти человека а он оказывается там вообще у него своя фирма трубы он прокладывал я очень жестко короче его начал расспрашивать и по итогу получилось так что я ему скинул странички этой девочке которая со мной была он с ней списался рассказала что он стамбула что он бизнесмен ну понятно без ума скинулся и это знаешь это могло бы быть неправда если бы я не видел видео и фото он с ней встретился сначала скидывал мне фотки как блять он ее целует и фоткает потом как блять она ему сосет он заснял а че он нормально такой не растерялся и вот собственно это был это просто такое фиаско когда ты сидишь в МВД я тогда в МВД в казанную жил ходишь в туалет подрочить потому что везде живите пацаны там все дела ждешь девочку а по итогу она там со всеми подряд цейлов цейлов а турок молодец вот это вот самое такое прям жесткое что у меня было а что ты чувствовал в тот момент? в тот момент? отчаяние, злость, что? честно у меня было чувство какой то пустоты вообще я тупо офигел от того что у меня какой то левый чел скинул это реально правда а ты прикинь я могу найти переписки показать ты покажешь? а может я на моем видео покажу? ну я могу поискать но это видео я не знаю нет именно не такие ебку жесткие не надо ебку скинь переписки не надо другое это должна быть да я поищу ты скинешь? я поищу это было сколько лет? лет 10 ну ладно 10 лет назад сколько тебе было? лет 17-18 лет 27 да 27 блять так подожди а ты прикинь что он ее отит а ты скажешь ты можешь мою типа фотку показать? я ей видео привет передаю так он ей потом все это и рассказал а она что? она все она как ни в чем не бывала потом приехала ко мне в город к моей маме ну мы с ней перестали общаться вообще и она просто делала вид что у меня не существует и все серьезно? ты прикинь вообще? вот тварь капец ну я скинул ее когда она вышла из душа свои вещи она выдала пошла в душ и после душа она выходит я как раз переписку еще понял ну в телефоне у нее показывал ну типа что это такое? она типа ой ну там тра-та-та все дела и я начинаю ее брать уже ну серьезные фонтами конкретно но он ей он сказал мне что он ей рассказал типа все это дело хотя она делала вид что она ничего не знает это пиздец это так и жилье обстоятельства я просто заранее сразу все проверил началось все с чего-то хуя просто братан это блин мне в этом видосе очень сильно режет слух потому что очень эхо большое то есть я не понимаю где у них тут микрофон то ли микрофон именно на камере то ли что им нужно было какой-то микрофон сюда поставить я не знаю мне прям настолько режет из-за того что эхо жесткое не знаю как вам ну прям вообще неприятно из этого слушать это вот это очень невероятная история у меня нет никаких историй я ее могу подкрыть в смысле у тебя есть истории окей у меня история вина тяжело окей второй вопрос на первом мы закончим это пиздец было ли у вас то что было я научусь считать в этой жизни ёбаной я написал нормально было ли у вас то что вы симулировали оргазм не было но ты никак не можешь понимать в смысле а я могу сверху гатишь типа вытаскиваешь плюешь на спину и типа я сделал вид что мне было заебись но я кстати кончил но он симулировал я кстати кончил а чё х**а было она холодная какая-то была вообще х**а холодная надо вывезти на х**а я тоже подумал ну не дышал Антонком я еще раздуплю блядь это у меня ничего не было не наше зачем а даже если парень тебя не может довести до оргазма то чё я должна симулировать кому ей приятнее сделать ну она в телефон зайдет там почитает смс понял и все все понятно ты о чем ну типа зачем ей симулировать оргазм если она может просто дать понять парню что он не ок взять телефон делать ну типа я скажу я не ааааа типа ты таким это жестко нет просто пусть дализывает прям чтоб я получила пиздец пусть дализывает смотри не пиздец сука но у меня нет понял принял не мне надо да не я вообще теперь буду знать дализай 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 дали лучше твоя девушка а как надеюсь будут какие то вопросы я расскажу как я однажды дализал я просто представляю этого бедного парня который там лишний ты такой так дализывай блядь до конца нахуй дализывай там мысочку нахуй блядь это пиздец это очень жесткий вопрос я не думал что он так обернется так при том что не было да третий раз третий раз третий раз у нас вопросы будут безумно жесткие потому что два жестких типули типуля 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 и чипула чел и челюха и вумен и вумен герл был ли у вас анальный скес скес скажем это так а если там какой анальный или оральный я так и не понимаю он сказал анальный а тут было написано оральный так я хотела это считается чего да я думал у меня сейчас будет супер история ха 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 ты хотела да а ну рассказывай ебать че ты че ебать не давай я вторая буду вы че ебать че ебать че ебать че а что перо плишь я думал у тебя нет ты много чего не знаешь зло я скрывалась все эти годы короче я надеюсь на когда я усну именем зло ты забыл однажды я сел на бутылку ладно шучу ну короче я учился в МВТ был урок секретки ну это секретные материалы все дела там нельзя с телефонами это меня тоже урок ну что нельзя телефоны я еще переписываюсь doo я там анальный секс уроки был я учитель медложка одни пацаны ну и короче ээээ эта девочка работала у нас в клубе пиджайкой я ее очень нравился и я это заметил но я решил типаỲ написать вконтакте в тот момент пока был в Киеве я ей написал мы списались и я тупо думаю так ну я хочу цо в общем цо в общем цо w ible ну это как разговор сразу о сексе а как ты любишь а что ты любишь анальный секс Как относишься к анальному сексу? Ой, заебись, ничего себе, так я куплю лубрикант. Да, да, хорошо. Все, думаю, нормас, опытная телочка. Приезжаю я в город. Беру бутылочку венца. Две порции суш. По-моему, так, Филадельфия, Калифорния с кунжутом, понял? Беру две Калифорнии. Не, я себе взял Филадельфию, а ей Калифорнию. Кунжут. Да, белый, по-моему, был, если я не ошибаюсь. Потом не видно было. Да. Ну и, короче, то все. Все, мы спускаемся в номер, я ее кормлю сушами, мы играем в покер. После покера у меня по пикапу, моим мастерским этим умениям, я говорю, все, идем в покер. Вот, мы идем в покер. Сначала, я вот, кстати, это и про нее и рассказывал. Холодно. Сначала она начала мне сосать. То есть у нее во рту было сухо и холодно. Ну, вообще. Как это можно? Как, 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 сухо и холодно. И холодно, что я? Она у меня с травы и хотела пить. А, вот это понятно. Вот это было очень жестко. И она сосет, такое чувство, еще что-то шкрябает, понял? И такое чувство, что мне какая-то терка, ну, я не знаю, терку подрубит там, делаю. Блядь, как-то не посидел. Да, 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 это очень здорово. Я бы знал, как бы это чувствуется. И я сижу такой, блядь, когда это закончится? Ну, думаю, ладно, хуй с ним. Засуну в писюна типа цейл. Цейл. Надеваю. Скажи, куда хотя бы? В писечку засовываю, ой, розыняку надеваю. Ну, так все говорит, именно четко надо. Ну, что, в писечку? Пизду, член! Не в пизду, а в писечку. В писечку. Меня ютуб не пропустит. Надеваю, надеваю розыночку на пеперочку. Ставлю в писечку. Холодно. Вообще холодно и не мокро ни хрена. Вообще. Эта резинка стерлась буквально за минуты две. Я понимаю, что все херня какая-то. Ну, типа, что-то не то. Ну, ладно, ну, лубрикант, все дела. Говорю, давай, малыка, цейло, в общем, делай ветер. Сначала я ее поставил раком. Вхожу как бы в задний дворик, понял? С резинкой и с лубрикантами совсем вместе. На пол шишечки. И что-то, ну, типа, застряло, понял? Что-то, да, дальше. Она, типа, сжалась, ей страшно, ее трясло. Она вся холодная была, в холодном поту. Мне ее уже жалко, я не знаю, что засовывать, не засовывать. Что-то, да, сейчас же охуя застряну. Я уже показываю, что нам вязали. И все, ну, понял, скорость забирали. Проживали, вот так вот. Я, короче, ну, понимаю, что ей стрёмно. Я говорю, давай, чтобы ты расслабилась, ты сядешь сверху. Окей. То есть после жопы она села писькой сверху? Жопой. А, жопой. Вот. Она садится жопой сверху, спиной ко мне. Вот. И она, типа, полностью расслабилась и такая, хуян, док, как я на бутылочке. Блядь, мне сейчас выручило, я не могу это разобрать. И она присаживается полностью. И я, типа, дэпло, дэпло. И месяцев. И я понимаю, что там внутри что-то есть. Ну, типа, наполёк. Ну, подёргался, зашипись. То, сё. И, короче, в один момент я так увлёкся, что я лупендил прям вообще жёстко. И ей стало очень больно в один момент. И она резко подрывается с меня. И я чую, что сляпнула. И я просто понимаю, что что-то мне на живот вот сюда, понял? Блядь, я... И шо, это просто клочья, шо, я не понимаю. И, короче, суть в том, что она бегом побежала в ванную. И я такой, типа, шо, шо это такое, кончил или шо? И я встаю, но оно такое жиденькое было. Блядь, чё за... Я включаю свет. О май гад. Он жутам. Это был просто убийственный момент. Вот эти в сушку липоне. Честно, я запах тогда даже не учуял. Блядь, я просто посмотрел, такой, ебать, ну шо такие? Ты чё, она сралась? Кошмар. Ты, походу, сралась. А я не кончил, что делать. Но в итоге, короче, она хотела ещё раз отсосать. Я сказал, что ну нахуй. Ты мне её проводил уже, когда я сам помысл. Я её проводил уже в такси. Блядь, зачем она улыбнулась? И когда она улыбнулась, знаешь, когда зубы к винирам готовят, они такие острые, маленькие. А у неё это всё было, передние зубы, но только чёрные. Ну такие почему-то. Ну вообще, ты не вжил. Я просто охуел, вообще, думаю, что наркоман выебал, чешурки вжёл. Я пошёл на следующий день, и вы тогда через два дня проверятся. Ну всё, зайдись. Ну я с этим, с резиночкой ходил. Что за вопрос у нас был, блядь? Никакой. Никакой дальше. Да, анал был, блядь, что ли? Ну вот, собственно, история про кунжут. Ну нафиг эти ваши аналы, пацаны. Ну нафиг. Не надо. Не надо. После таких историй, мне кажется, ни мужской пол, ни женский пол не закончат. Слушай, мне кажется, она пойдёт в историю вообще любого нафига. Каждый, это... Меня чуть не выволок. Я дохрена. Я испытывал только что историю. Ну и смерть, и грех были. Знаешь, типа, мне было и смешно, и уёбищно как-то. Кринжоу, это очень кринжоу. У меня он историю очень любит, когда я по вечерам перед концерт стримала, так сижу и с ними беседую насчёт каких-то историй. У меня их просто тьма. У тебя, конечно, история хороша, и Никарина её слушала, но мне интересна твоя история. Да, я тоже. И что это за хуня? Да, типа, я не могу сказать, что там был полностью, что я прям брала своей писькой и трахала жопу. Ну, типа, так невозможно. Но... Но, кстати, клитор это не дорожит. Я знаю. Подожди, как? Окей. Но клитор специально осознан для того, чтобы получать удовольствия. Алло, очко! Более 8 тысяч вроде бы. Мы про очко-то на меня. Ну что, микрофон выключили? Что? Ну просто чик вот так вот, чик-чик-чик поделала. Ну, не к себе. Ты парень мне в жопу засовывала? Что? Парень или девушка была? Девушка. Девушке? А, отменяется всем это. Ну, это меня, это... Не, я хотела мою парню сделать так, но это... Ой. Нет. Нет, мы никогда не думали. Сейчас я такие, опа, афул, можно? Вот, но все были против его родителей. Против пальчика или против отожая? Я что-то не понял. Ирина, так, а потом можно вашему сыну чик-чик-чик-чик? Вот это будет, слушай. Блин, это хорошее начало. Можно уже просто заканчивать, и это уже конец, может быть, блядь. Блядь, я тебе говорю, мы 18 плюс дадут. Ну, надо как-то... Ну все, я о чем читала. Я не буду подробности рассказывать, но с пальцем ни пючок, ни пючок. А нюхала потом, ни нюхала? Не, я не пацан. Пацаны все нюхают. Супер. Я знаю. Блядь, покупай, движу нашу, блядь. Так, хорошо. А была приятная девушка? Вроде бы да. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик делала себе. И в этот момент чик-чик делала себе. И ты, да? И ей было тебе приятно. Потому что там какие-то нервные кончания. То есть у тебя был лесбийский секс? Ну, типа да. Ооо. Ничего себе. Че-то я не знала об этом у Михалины. Че-то я не знала. И одобряем это, конечно же. Я не знаю, просто... Хорошая подробность. Блядь, меня забанят просто за 10 минут. И когда у меня снесут. Я не знаю, как... Нет, тут ничего запрещено. Я буду кутить. Твердый вопрос. Был ли у вас безумно плохой опыт в отношениях? Ну, я думаю, всех он. Что? В смысле, не было. Все мои отношения, они были прекрасны. Меня нет. Меня не чик-чикала. Нет, нет. Я бы... Ну, тогда бы я... Для меня... Тогда бы я бы сказала... А, так это со мной было. А так нет. У меня не было ничего с Михалины. Как и бутан с небес вошел. Начало всегда неплохое. Я всегда были нормальные отношения в силу своего возраста. И все. Все было хорошо. Ну, так тогда с ней осторожно общайся. А то вдруг чик-чик. Блин, ну реально неожиданно. Реально. Ну, были плохие моменты. Ну, это не настолько плохие моменты, что были... А, блядь, давай я обслуга, пожалуйста. А, сейчас ты услышишь плохие моменты. У меня такого не было. Слава богу. Надеюсь, и не будет. Ну, короче, у меня было всего трое отношений. Сейчас четвертые. Они охуенные. Вообще. Какие? Отличаются. Нет, четвертые здесь. Так, первые. Ну, это ж Турция. Турция. Ага, Турция. Ну, Турция, да. Турция. Мы все Турцию запомнили. Просто жесть. Ну, то есть, вот тебе раз. Второе отношение. Это две измены. Тоже просто пипец. Что, это ты изменял хоть как-то? Нет, никогда. У меня детская хобби на этот счет. В смысле детская? Может, мне бы что-то знали. Ну, детская травма. Можно не рассказывать, если хочешь. Ну, я не буду рассказывать. Ну, просто детская травма. Однажды я увидел измену на своих глазах. И после этого я отношусь очень негативно. Это жестко, ебать. Это очень жестко. Да. Из детства, типа, у меня такая фигня, что я не изменяю вообще. Не выношу измену. Короче, второе отношение, это две измены. Которые я еще терпел. Ты терпила, получается? Еще терпила. Но был терпим. Надеюсь, если я еще смотрел на это, ебать. Третье отношение. Ну, они были неплохие, в общем. Но последний год это пиздец. Ну, это, в принципе, вся моя аудитория знает. То, что человек никогда не работал, не собирался работать. Это про кыцу, что ли? В принципе, были бы они неплохие, возможно. Но без любви... Получается про кыцу. То бишь, что такое содержанка. Братан, все твои отношения были... А я думала, что у них там все было вообще идеально. Реально. Я вообще думала, что они будут очень долго вместе. Я думала, там, свадьбы, там, вот это вот все. Я вообще только недавно узнала, что, оказывается, они не с кыцы, не вместе. У него там какая-то уже новая девушка. Я реально не знала. Ну, первые отношения были еще... Ты понимаешь, что первое, нужно было бы с чем-то смириться, но не совсем. Первое? Последнее. Ну, третье отношения были нормальные. Начало было заебись, середина было заебись. Я же с человеком жил, ну, все было окей. Просто вот последний год этих отношений, после моего бана, собственно, все и началось. У меня была жесткая депрессия, ноль поддержки. Бля, это все мое депрессия. Не было. Уважения не было. Ни с своей стороны, ни с ее стороны. Типа на своих ошибках учишься, да. Да. И самое главное в отношениях, это как раз-таки уважение. Соглашусь. Вот. И, собственно, у меня не то, что в одну сторону всегда было. У меня как начинали с... Грустно за Гексон. Надеюсь, что у него сейчас все хорошо. Я начинаю молодить девочку. Вы ебываться тачкой, еще чем-то... С новой девушкой. Молодить, да. Ей 40, куда нам, блин, молодить нахуй. Ну, и таким образом ты производишь впечатление временное на девушку. Она уже с тобой переспала. И в итоге это отношения. И, соответственно, эти отношения заходят в никуда. В итоге это тупик. Последние отношения куда-то шли, но тупик был не с моей стороны. Ну, с моей стороны, само собой тоже. Стрим, то, сё. Плюс я вспыльчивый. Не было уважения к человеку, в принципе, вообще. За что уважать? Содержанно. Так и что? Просто так? Просто потому, что она человек? Не, это понятно. Но... Блядь, у нас тут что? Давай про свои лучшие отношения, которые сейчас. Они сейчас. И что, у нее заходит девушка? Да. Блин. А, хочешь покажи девушку? Ресницы. Ресница перекрутилась. Я понял, что нашёл Балахова. Давайте её позовём. Да, да. Давайте её позовём. Не показывай. В инстаграме. Да, по-моему, он 27 лет, он сказал. Ну, что-то в начале было, да? Когда про Турцию был рассказ, он сказал, что это было 10 лет назад. Ему было тогда 17-18, а сейчас ему 27. Охуенные отношения, которые начались прям просто... Девочка хотела купить мою машину. Так, это ты расскажешь уже на своём степене. Пизда, ебать, дай ему слово, пиздец. Хуй, брат, засунь, всё равно говори. Нет, я в охуе, блядь. Нет, это хорошая вещь. Рот засунь, всё равно говори. А я не так сказал? Блядь. Да, ты сказал так. Осуждаю. Осуждаю. Не, поддерживаю. Блядь, и, короче, запейте. Окей. Пятый вопрос будет не такой жёсткий, но, блядь. Я же, нахуй я поставил три. Я забыл уже. Пятый вопрос. Были ли у вас кринж-моменты в школьные годы? Ну, типа, ну, кринж, я не говорю, ну, типа, в школьные годы, во время школы. У Гекса, по-моему, всё было. Кринж-жевая, такие моменты. У него реально столько историй. Ну, просто копилку, видно сфотками. Что он копил? Копил? Да, на девятый или десятый класс. У меня до денег вообще не было. Я сидела и сфоткали там мою копилочку. Какую нахуй копилку? Зоя делает вид, а что это за копилка? А, я не знаю. Закидываешь монетку и пишешь. А, вот это сзади чуть-чуть. Ну, ты что, не знаешь? Блядь, я забыл. Ты подходишь, видишь копилку у девушки. 50 копеек, закинул, добрый день. А я бы сразу пью, и наше вам смочили. А, ну, тоже. Блядь, блядь. Что это за хуйня? Это шутка, это жутка. Да ладно, ты заходишь, блядь, к девушке в жопу и плюешь туда. Очень круто. Броника история. Не, наш Кен делал так. Он в ее копилку вот так, голову вот так подносил. Ну, не знаю, у меня нет каких-то жестких историй. У меня было две истории из школы. Ну, вообще, я вообще не интересный человек. Интересно. Но будут писать в комментах, что у меня все истории про говно. Да, щелк. Ты не можешь удержать дерьмо? Ну, ладно, я начну не с говна. Гороче, у нас училка, она работала у моих родителей в клубе, в стрип-клубе. Учительница? Да, она учила нас английскому языку. Ну, короче, она однажды, она пиздец, как всем нравилась. Там такая фифа на каблучках, коротенькие юбочки, то и сё. Я как сейчас помню, она подходит за соседнюю парку, такая нагибается, так выгнулась прям. Она знала тебя? Ну, да. Что ты мама, что ты все мало. Да, да, она выкупала. И я, короче, еще помнишь, были такие ручки с колпачками, которые уже снимаются. Ну, может, сейчас есть херная. Я же типа как глава класса, все дела. Ты была администратором? Ну, я помню, типа глава класса. Да, я ему рассказала. Я же интересный. Ну, короче, я думаю, прикольнусь, типа, понял? Я вижу ее такие кружевные трусики, прям все четенько, видно. Сейчас в школе. Вот эти две булочки, и я просто понимаю, ебать бананка. Ну, я тогда так подумал, бананка. Туда еще не было банана, кстати. Ну, типа банан, но бананка. А что банан, хуй знает. А почему у тебя была? Ну, я так, матумба, батумба. Что? Бля, у меня такие мысли тогда были жесткие. Матумба. Ты не знал, как пизду назвать? Да. Матумба, ебать. Матумба. Матумба. Я просто эту ручку вот так подношу, типа, повъебываться перед пацнами. И она в этот момент что-то бедром так назад чуть-чуть отводит. И просто, блядь, ручка в пизду засовывается. Ну, так слегка. В пиздец, прошу прощения. Я хочу обратно убрать ручку, а колпачок остается на пару секунд, я как сейчас помню этот момент. И выпадает, такой, просто тишина в пазе, она что-то объясняет девочке. И этот колпачок, бум, бум, бум. Как моя жизнь. И я такой, блядь. И что тебе было? А как объяснили, типа? Он мне пизду ручку рисунул, да? Я объяснил, что, ну, всплеск эмоций, побачив жопу, решил попробовать. Ты так и говорил, что? Да, я так и сказал. Я сказал, что... Я ее тоже любил, нормальная. А, блядь. Нормальная училка была, походу, да? За эту понюти? Да нет, там еще были драмки всякие, понял такое. А, ты был распензием. Да, распензием. А, учитель, ты... Я спортсмен был, это разно. А учительница, тебе что-то говорила наедине, типа, хорош? Она, кстати, нормально со мной общалась. Ну, да. После этого вообще нормально. Наедине даже. Может, она что-то хотела. Блядь, щелотая лом. Она подумала, что это включение вообще было не копачка. Ты просто так колпачок высунул. Ну, это чисто такой лайковенький. Блядь, это так, как-то... Ну, типа, блядь, я просто вспоминаю свои старые учительницы, я буду сказать, что это учительница сын. Не, у меня была же молоденькая. У меня не было ни одной секси-училки. У вас были секси-училки? Полюсаните, у кого были секси-училки. Хотя бы одна секси-училка. И минус у кого не было. У меня точно не было. Причем я училась в двух школах. До 10 класса в одной школе. 10-11 класса в другой школе. Не там, не там не было у меня. Вообще. Фига. Нихрена у вас у всех были секси-училки? Офигеть. Прикиньте, как чувакам повезло. Нормально было на уроках, походу, там сидеть. Пипец. У меня ни мужчин секси не было, ни женщин секси не было. Вообще никаких. Привет, Стив. Жесть. Уроки футбол, короче. Ну, физкультура. Если мы не пьем воду, значит, что здесь нет? Вода тут нет, нет, блядь, испари. Нашки ставлю, блядь, постоп. Продолжаем, давай. Вторая история. Это, короче, на уроке физры, по-моему, мы играли в футбол. И как раз это был последний урок. Лишь, короче, я нахавался нормально так. Вообще плотно. И вот пока бегали, там все это перетрусилось, ну все. И знаешь, так зажало живот, срать хотелось, капец. Ну, прям по нос. Нереально хотелось. И тут, типа, я как раз, подходит моя очередь встать на ворот, а мы пропустили мяч как раз. Все, я становлюсь на ворот, что-то играем, играем. И тут, как футбольмед мой знакомый мне в живот, блядь. Ну, вроде все нормально, типа, я подышал, поприседал, такой, попало вообще очень больно. И я такой на секундочку понимаю, что что-то у меня ляжки, короче, стали тереться без трения, понял? Ну, то есть... Блядь, ничего за дерьмо, блядь. А я был в шортах. А шорты были с белой сеточкой. Блядь. Ну, если вкратце, я обосрался, прям на уроке физры ебать. А кто-то это заметил? Я это заметил. Но я думаю, никто не заметил, потому что я аккуратно... Все быстрые, просто всю жизнь до сих пор тебе вспоминали. Ну, да, никто не вспоминал этого никак. Пипец, обосраться на уроке, это сильно. А потом, так он подошел на плавание к своему тренеру, потому что у нас был плавательный класс. И говорю, можно я зайду в туалет? Он говорит, нет, зал закрыт. Я говорю, в смысле? Я в туалет хочу, нет, не зайдешь, типа. Я срать хотел, пизда, еще что-то. Ну, понял, не дамы. Да срать, блядь. И я пошел, у детей урок химии шел или чего-то. И прям под этим окном сел и был сразу лопухами подтирался. Пиздец. Такой, конечно, был. Видите, в Ирине дерьмовая жизнь была. Дерьмовая молодость такая. Дерьмовая молодость. Ну что, это была первая часть вопросов. Осталось еще последних пять вопросов. У нас десять, как бы я специально выбрал десять. Они тоже безумно... Да. Ясно. Ясно. Жестко. Это только первая часть вопросов. Охренеть. Полчаса. Ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.